2022 год в Беларуси объявлен годом исторической памяти. А потому символично, что в День знаний по всей стране прошел урок с президентом, посвященный истории страны белорусского народа. Время непростое, но рядом с вами поколение не единожды, испытанное на прочность, нас испытывали и ломали. Мы вас не подводили и не подведем. И вы нас, а главное себя, не подведите в будущем. Что бы ни происходило, мы будем вместе беречь и развивать наше демократическое, суверенное, экономически крепкое государство. Миролюбивую Беларусь в гербе и гимне, которой нет ни одного агрессивного слова и символа, но есть историческая память героических побед во славу Родины. Память, которой мы гордимся, которая является для нас дорогой в будущее, которая наполняет наши сердца любовью к родной земле. Прямое включение с Дворцом независимости велось по всей республике. К трансляции присоединились также пять ведущих региональных вузов страны, среди которых был и Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Наш университет находится на прямой связи. Это еще более, так скажем, вызывает гордость за наш университет, что вот мы можем узнать столько всего именно из первых уст. И даже не просто узнать, потому что у нас был не монолог, а именно диалог с президентом нашей страны. Встречу с молодежью Александр Лукашенко провел в формате настоящего урока. Обсудили вопросы исторической памяти, экономики и образования. Так, в нынешнем учебном году вступает в силу новый кодекс об образовании, а также решается вопрос о следующей вступительной кампании. А нынешняя уборочная показала рекордные результаты. Уже собрано более 8 миллионов тонн зерновых колоссовых. Есть возможность достичь рекордной цифры в 11 миллионов тонн. Кто мы такие и откуда мы? Главный вопрос, который красной нитью прошел через весь разговор. Белорусская самобытность и уникальность, наша мужественность и честность. То, чем мы, белорусы, по праву можем гордиться. Действительно, без памяти не существует ни человека, ни нации. И когда мы помним свое прошлое, мы знаем, что происходило, как. Мы сохраняем традиции, мы чтим память погибших, тех, кто отстоял нашу страну, кто делал ее могущественнее в трудовых подвигах. То, понятно, это есть стимул для развития каждого человека в настоящее время, своим трудом создавая нашу страну еще более великой и процветающей. Возможность получить ответы на интересующие вопросы из первых уст была у каждого участника урока истории с президентом. Молодежь интересовалась политикой, ситуацией в мире и возможностью жить и развиваться в родной стране. Многие инициативы Александр Лукашенко поддерживает. Так, свое продолжение получит и российско-белорусский проект «Поезд памяти», который посвящен героям Великой Отечественной войны. Также президент отметил, что власти готовы рассмотреть любые молодежные инициативы, которые могут быть полезны для страны. Для меня это огромная честь побеседовать с президентом накануне праздника такого, как День народного единства, и в такую символическую дату, как День знаний. Президент ответил на многие вопросы, которые интересовали студентов, и не только студентов, там и школьники, и педагоги. Поэтому это очень важный шаг к будущему страны. Это важно для каждого студента, учащегося, педагога, да в принципе для каждого человека. Это может послужить толчком для нашего какого-то развития и в принципе для того, как нам развиваться, как действовать в будущем. Александр Лукашенко не случайно выбрал для встречи с молодежью формат открытого урока. Историческая память – дорога в будущее. Тема не теряет своей актуальности и остается направляющим ориентиром жизни подрастающего поколения белорусов. Екатерина Косынюк, Владимир Казаков, телерадиокомпания, Брест.